Основы воинского уклада жизни, строевой подготовки и знания вооружений российской армии осваивают ребята на военно-патриотической площадке дневного пребывания «Допризывник», которая работает в нашем городе. Для воспитания будущих воинов трудно переоценить важность посещения воинской части. Экскурсия по территории части началась с рассказа об ее истории. Еще в 1989 году здесь была открыта ремонтно-восстановительная база, затем позднее был образован ремонтно-восстановительный батальон, а в декабре 2016 года создан ремонтно-эвакуационный полк. Его военнослужащие с честью несли службу по защите России везде, куда посылала их Родина. Ребята почтили память павших солдат и офицеров ремонтно-восстановительных подразделений у мемориала, посвященного их подвигу. Затем они с интересом выслушали рассказ о воинской службе в части, о специальной технике, которая обеспечивает эвакуацию и ремонт бронетехники с тем, чтобы восстановить ее и вернуть в строй действующих. Допризывники задали вопросы о том, что их интересует и получили на них ответы. Хорошо, что они интересуются этим, что не остаются в стороне, что смотрят вокруг, что происходит, ну и повышают свое знание, истории. Ребятам в части очень понравилось. Самое важное, что солидная теоретическая подготовка по основам военной службы подкрепляется здесь практическими занятиями. Наш ремонтно-эвакуационный полк побывал в Сирийской Арабской Республике и то, что там был ранен только один наш человек, и они с достоинством выполнили свои боевые задачи. Еще меня впечатлила техника, которая стояла на вооружении этого ремонтно-эвакуационного полка в течение всего этапа его существования. Я являюсь чемпионкой по снаряжению магазина. Ну, и порой бывает автоматом, но не всегда. Надо тренироваться, идти к своим успехам. Мне очень нравится, мне по душе это дело. Я бы не знала, чем бы мне еще можно заняться, кроме этого военного дела. Больше ничего не нравится. Учащиеся в военно-патриотической площадке дневного пребывания до призывник – это будущие защитники Отечества. Многие из них мечтают о карьере профессионального военного. И думается, их мечта станет после обучения на площадке немного ближе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».